А еще вопросы про давление, вес, питание. Прием врача без мамы-пап прямо в классе. Так, с 2019 года Краевой Центр Общественного Здоровья обезжает школа региона, чтобы обследовать 12-летних детей. Пристальнее всего врачи наблюдают за сердцем. У меня у самой аритмия, поэтому хотелось бы знать, как у ребятишек дела обследуют. По словам врачей, в 11-12 лет организм ребенка совершает переход во взрослое состояние. И в этот период можно сразу выявить отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. А проблемы молодеют. 20% детей Края по итогу обследований имеют лишний вес. Полненьких мальчиков сейчас даже больше, чем девочек. Ожирение, гипертония, курение, хронические заболевания – все это нагружает работой сердца и сосуды. Чаще врачи выявляют все-таки факторы риска, но реальные заболевания 12-летним тоже ставят. Это очень нередко бывает, когда мы выявляем у деток и сердечно-сосудистые заболевания, направляем для дообследования к кардиологам. И есть у нас те детки, которые направлены в федеральные центры и получили уже лечение. И таких детей больше 15 человек. Это за какой период? С 2019 года. Если специалисты находят отклонение от нормы, ребенка направляют на дообследование и наблюдают за развитием его состояния. Многие болезни, которые могли бы развиться, в 12 лет успешно корректируются. Не только родители сталкиваются с этой проблемой обследования, либо корректировки здоровья ребенка, но и школа готова помочь и родителям, и центрам медицинских образований. Вот таким образом. Отклонения по ЭКГ за все время реализации проекта выявили у 22% детей. Обычно врачи рекомендуют юным пациентам следить за питанием и спортом. И менять привычки проще тем, у кого перед глазами хороший пример. Еще гантелями занимаюсь. Сейчас пятерку на предплечье делаю. У меня у брата, когда он напрягает, у него она вот такая большая становится рука. Я так же хочу. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.